Я понимал, что вот этим двум очень близким мне людям, моей жене и моему ребенку, необходима моя помощь. Вот необходима. Как бы Вика не казалась такой прямо, да, кровь с молоком, шашку на голову, нет. Она очень женственна, она все равно слабая. Мне сказали, не думай, сказали люди, которые были для меня авторитетом, я не думал, но я мечтаю о том, как бы оказаться с ней, как бы вот поговорить, задать вопросы. Ну, это такие темы, такие уже очень личностные, да, сейчас я немножечко так распахнулся, эксгибиционизм такой духовный произошел. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем общаться с человеком, который многие из вас знают. Это актер, певец и православный христианин Антон Макарский. Добрый день, Антон. Здравствуйте. Искренне благодарю, что нашел время для этой беседы, несмотря на свою занятость. Не против, если мы сегодня будем общаться исключительно над духовной темой? Ух, да я не против, но повторю те слова, которые сказал, когда поступило предложение пообщаться. А что я могу дать-то? Я-то не против, я могу говорить только на те темы, которые, наверное, ну, лично переживал сам и касался, но, наверное, чаще всего будет звучать фраза, я не знаю, вот прям чаще всего. А если вдруг возникнет, ну, да, как бы прям было, да, к нашему разговору, если вдруг возникнет какое-то ощущение или вдруг меня занесет, я начну норовоучать, прям пресекай сразу. Хорошо? Договорились. Антон, я когда готовился к нашей встрече, я смотрел большое количество интервью, которые вы с Викторией давали разным каналам, и нашел такую закономерность, что вы всегда пытаетесь найти повод, чтобы заговорить о Боге, куда бы вас ни пригласили. И это очень здорово. Ну, а что вас побуждает делиться этим с людьми? Ну, наверное, то, что это является самым главным в нашей жизни и самым большим влечением. Вот именно вот эта дорога, вот этот путь, этот свет, это то, что сейчас интересует больше всего. Хотелось бы сначала начать. Когда ты первый раз почувствовал, первый раз понял, что Бог есть? Я думаю, самый закоренелый атеист все равно в душе чувствует, что Бог есть. Он может говорить, что угодно. Он может приводить аргументы, какие угодно. Но вот это ощущение, что ты не одинок, оно особенно в детстве, оно очень сильное. Потом, да, наслаивается какой-то пласт мирских знаний, ну, так или иначе, у каждого человека, независимо от его образования и рода деятельности. Но вот в детстве это ощущение, что что-то, вот что-то такое, к чему хочется стремиться и куда хочется подняться, оно существует. Если говорить уже о более взрослом возрасте, я всегда говорил, что я очень фартовый, я очень везучий. Я выходил из разных ситуаций, вот прям как гусь сухой из воды. И я помню момент, когда служил в армии, уже когда меня командировали в ансамбле, я сначала попал в внутренние войска, там месяц, курс молодого бойца в части, и потом меня командировали в ансамбле. И вот в ансамбле ко мне подошел один певец, вокалист, и дал Библию, подарил Библию. Эта Библия у меня хранится до сих пор со словами. Ну, ты же понимаешь, да, что вот все, что в жизни происходит, происходит не просто так. Библия, он, кстати, не православный, я вот сейчас понимаю, что он то ли пятидесятник, я не знаю точно, вот кем он был, но вот он в каком-то другом течении находился вместе с его товарищем. Но вот те слова, которые он мне тогда сказал, они тоже мне очень сильно запали в душу, и я с ними абсолютно согласился. То есть, почему я еще не пошел, там, не знаю, я не был готов, там, или я был глух, или, может быть, Господь сделал так, что в тот момент я не услышал это. Но вот когда он сказал, ты же понимаешь, да, что все происходит не просто так, я ему абсолютно уверенно, четко и твердо сказал, да, я знаю, я знаю, и я абсолютно уверен, что меня вот Бог ведет. Я сейчас вспоминаю этот момент, эпизод, мне было 23 года, я это говорил абсолютно четко, уверенно и конкретно. Он сказал, а ты не хочешь поблагодарить его за это? Да я благодарю, и тут начались уже вот эти вот слова, да я каждый день разговариваю, да я общаюсь, да зачем мне посредники, ну все вот эти штампы. Я вообще по штампам очень много в своей жизни делал, жил, думал и продолжаю, наверное, по сегодняшний день так во многом существовать. Вот, а окончательно утвердился и поворотный момент вот в сторону, да, я не могу сказать, что я повернулся, я не могу сказать, что я пошел там, тем более пришел. Но я увидел этот свет. Поворотным моментом стали съемки в «Мушкетерах», снимался в фильме «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище кардинала Мазарини» со всеми нашими легендарными актерами старшего поколения, и «Боярский», «Смирницкий», «Смехов», «Старыгин», который был моим киноотцом, и мы играли «Детей мушкетеров», там тоже прекрасная компания, Ира Пегова, Даня Дунай, Флянка Грыл, Дмитрий Нагиев, в общем, состав был еще тот, и у нас каждый день были праздники. Вот праздники, съемочная площадка – это рабочий праздник. После этого мы приходили там, где жили, а мы жили и ездили по местам съемок первого фильма «Три мушкетера», и нас везде принимали просто вот как героев, ну, понятно, наших легендарных мушкетеров, их детей. И вот эти праздники, праздники, праздники со всеми сопутствующими атрибутами, в том числе и количеством спиртного. И вот однажды на таком празднике, где все были очень хорошо на веселье, появился человек, который занимался компьютерной графикой. Его зовут Алан. Он появился тоже, как бы, не гнушаясь общим весельем и угощением, которое было в избытке. И вдруг он начал говорить «А хотите, я вам расскажу, как Христос умирал?» Ну, как-то на празднике неожиданная тема. Ну, давайте. Он был постарше, с бородой. Он из Осетии, сам такой мощный. И он начал рассказывать, что гвозди вбивались не в руки, ну, не в ладони, а вот сюда, в запястье. Он физиологически начал рассказывать, как происходит смерть распятого на кресте, что смерть происходит от удушения, потому что диафрагма пережимается. Нужно сделать вдох. Этот инстинкт у человека очень сильный. А для того, чтобы сделать вдох, надо, чтобы закостеневшие, сведенные руки, мышцы, ребра, диафрагма чуть-чуть расслабились. Для этого нужно ногами упереться. Для этого гвозди в ноги вбивают. Он на гвоздях поднимается, делает вдох. Тело опять провисает, а эти гвозди, выкованные вручную, они проворачиваются не так, как вот наши гвоздики, да, вот сейчас. Не круглая. Не круглая, с зазубринами, а здесь нервные сплетения как раз, куда вбиваются гвозди. Человек от болевого шока опять оседает. И особенно вот в этом измененном веселом состоянии это на меня произвело какой-то колоссальный эффект. Я спортсмен по сей день, очень много занимаюсь спортом. И вообще я поступал в педагогический институт на кафедру физического воспитания. И представляя, насколько возможно представить такие мучения, он после вот этого физиологического аспекта начал рассказывать этот отрывок, когда Христос молится о своих распинателях, когда заботится о матери, поручая своему ученику, ученика поручая матери. И на меня это произвело такое колоссальное впечатление, что приехав со съемок, туда, где мы жили, у нас дома еще, собственно, не было. Я начал в интернете вообще смотреть, что это, как это возможно. При этом всегда себя до этого момента отождествлял с христианской верой, говорил, что я православный христианин. Один раз мне в общежитии, когда я так сказал, один парень так зло сказал, прям зло, говорит. Слышишь, православный, а ты причащался давно? Что такое? Чего? Чего? Я всегда так выкручиваться умел. Да ну, а что? Да, понятно, какой ты православный. Я тоже запомнил это, ну, как бы так не придал значения, подумаешь. Там что-то как-то зло отреагировало на мои слова, да. И после этого я начал набирать и понял, что я вообще ничего не знаю. Вот вообще. Мне было 33 года. Знаково. 33 года. Вот во время этих съемок. Это знаково с одной стороны, но это просто кошмарно, когда я думаю, сколько времени, вот просто. А с другой стороны, я думаю, ну, вот такое позднее взросление тоже ведь для чего-то надо. Тоже ведь, да, не мы выбрали, нас избрали. И вот надо было, чтобы... Слава Богу в 33. К Богу позыв был вот в 33, такой очень яркий. А почему православие? Ведь люди разными путями стараются к Богу идти. Почему именно вот этот путь избрал для себя? Вот когда я приехал домой и начал искать в своем ноутбучке на тот момент, который у нас был, и я там послушал что-то одно, послушал другое, ну, когда, так, в случайном порядке. И вдруг наткнулся на лекции Андрея Кураева. В конце 90-х, начало 2000-х. И я мало что понимал. Я сейчас, когда слушаю такую речь, я мало что понимаю. Ну, процентов 30, потому что речь насыщенная такими интеллектуальными оборотами и такими терминами, что, ну, не моего уровня человеку интеллектуальных способностей, да, вникать. Но я вот за этими многими оборотами, особенно в лекциях, которые были обращены к простым зрителям, не когда там это какой-то семинарский курс, а встречи, общественные лекции, да. И отец Андрей, ну, так интересно преподносил какие-то вещи, что я просто, я замирал. Я уже говорил, да, что у меня очень много связано со спортом. Я слушал, вот я наушники надевал и слушал одновременно, занимаясь спортом. Вот у меня с физикой заходит именно через слышание, через слушание слово намного лучше, нежели я читал, нежели я читал вот в то время. Сейчас, да, сейчас слово написанное, я уже понимаю и могу разобрать какие-то вещи. А тогда это просто, я, во-первых, не мог на месте усидеть, когда это слушал, мне хотелось подтягиваться, отжиматься, ходить, что-то делать. И, во-вторых, такой глубины, такой высоты вот этого пространства и такой красоты я не встречал нигде в своей жизни. Как православие. Да, как православие, как христианство и как вот тот указатель. Я не могу сказать, что там отец Андрей Кураев стал для меня гуру там или еще, точно так же, как на каком-то этапе я слушал за поем лекции проповеди отца Владимира. И отец Андрей Кураев и батюшка Владимир Головин, они стали очень знаковыми указателями вот туда, куда я всей душой, всей крепостью, всем разумом, всем хочу стремиться. Ну, хочу это одно, а как получается и как происходит, это уже другая сказка, как говорится. Но вот этот момент, когда вдруг что-то такое открылось и я услышал, увидел, почувствовал, попробовал. Антон, мне всегда интересно общаться с людьми, которые пришли к Богу в осознанном возрасте, потому что есть чем сравнить жизнь до прихода в православие, до вкушения того, якобы благ Господь, да, и после. Можешь поделиться своим опытом, что в твоей жизни поменялось после того, как ты стал православным, в твоем мироощущении вообще, в твоем отношении ко всему, если сравнивать то, что было до 33 лет и то, что, ну, вот сейчас. Ну, больше всего, наверное, изменился вектор стремления. То, куда я хочу развиваться, то, куда я хочу вообще сам попасть, к кому я хочу прийти. И, конечно, столько ошибок было сделано, столько ошибок в расстановке приоритетов. Я не знаю, как, вот, ну, как мне. Ты же говоришь, вот, уже не первый раз, что вот православный христианин, а меня каждый раз при этом, ну, коробит. Я не такой. Я хотел бы, но я не такой. Я сегодня проснулся, ну, в таком благодушии, вот, прям, вот, да, не выспался, да, Машка сегодня плохо спала. Все равно так хорошо. И с Викой мы начали говорить, там, нужно интервью сделать для одного издания, которое, вот, месяц назад, ну, такую ахинею про нас написал. Вот такую ахинею, причем мы прислали, сами написали, сами сделали. И все вот так вот, видимо, кто-то там пришел, сказал, что за вообще розовые слюни, сейчас мы найдем. И в интернете какие-то, ну, вот, ересь какую-то такую, вот, понацепляли откуда-то, причем переврали данные, вообще имена, фамилии. Никогда я не говорил этих слов, опять вдруг выплыло, что я какой-то, ну, прям, тиран, самодур, приверженец патриархальной семьи, как, слушайте, ну, так может написать человек, который, ну, вообще, не видел нас в кадре с Викой. Какая патриархальная семья, вы нас видели вообще вдвоем, то, что я перебиваю там на каждом слове, это не показатель этого, да, мы... Идем, рука об руку, спотыкаясь, хромая, заваливаясь, но друг друга вот так вот пытаясь. И мы, в общем, Вика начала говорить, это надо, потому что там у нас это будет как реклама там для вот этого мероприятия. И я что-то, ну, опять мы слово за слово там, а что ты мне звонишь, а вообще, что ты это самое. Сейчас Вика в больнице небольшая операция, связанная с потерей кальция во время второй беременности. Ну, ничего, в общем, поступил совсем не по-христиански, вот совсем не по-православному и совсем не как должен поступать муж, который этого направления придерживается. Поэтому, как этого избежать, не знаю. Да, наверное, сейчас такой этап, когда уже Господь не как младенца, да, придерживает, а когда вот он позволяет падать. Ну, только я все время валяюсь. Ну, прям все время. Что изменилось? Изменились желания. Изменилось. Изменилось, конечно, отношение к работе. К моей любимой, актерской, эстрадной, неважно. Изменилось. Я стал очень выборочно относиться к тому, что я говорю, что я делаю. И все равно, и все равно, когда предлагают какую-то роль, прям, которую я понимаю, ох, я бы сейчас сделал, да, понимаю концепцию этого произведения, этого сценария, этого фильма, этого сериала. Что за бред, Господи помилуй. А сказать нет страшно, прям страшно. Ну, вот в какой-то момент, года полтора назад, я научился говорить, я научился. Все равно были соблазны, когда, ну, ладно, давай соглашусь сейчас, все равно там будут утверждения дальнейшие. Вот три раза я давал слабинку, и три раза меня не брали. А до этого девять раз в потрясающих предложениях я говорил. Нет, простите, прям нет. Хотя роль мне преподносили как подарок. Изменение, изменение. То, что, наконец-то, в своей возрастной категории сорок плюс, я начал слышать Слово, и Слово Божие, и читать Евангелие. Читать, не просто слушать. Да, у меня очень часто, у меня очень долго до этого в машине звучало, просто нон-стоп так было поставлено. А сейчас я могу читать, как, ну, прям самое интересное, все, что, вот, из всего, что я читал. И каждый раз понимая, что я вообще ничего не понимаю, звучит лейтмотив нашей беседы. И что это только вот, 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 вот столечко. В отличие от того времени, когда я слушал лекции Андрея Кураева, там, узнал чуть-чуть, там, чуть-чуть, там, почувствовал этот привкус, запах, свет, там, я не знаю, сравнивайте с чем хотите. И начал просто гнобить свою семью, просто вот, как вы можете в храм быстро креститься, там, вы безбожники, ух, ух, мама дорогая. Вот отсутствие ума и трезвение, что делает, с новоначально. Сейчас отступил, слава Богу. Сейчас моим близким со мной полегче. Вот еще хотелось спросить про радость. У многих людей, которые далекие от церкви, от Бога, есть такие стереотипы, что православные – это люди, которые постоянно должны терпеть, говеть, скорбеть. Вот все-таки, понятное дело, что ты говоришь, что в жизни там и падение бывает, и вставание, наверное. Ну, а вот какое место радости вот в жизни православного человека, вот, если говорить о твоей жизни, о жизни твоей семье, есть ли место для радости у верующего человека? Радость, наверное, это вот то главное чувство, которое должно быть православного человека. И иногда оно появляется даже у меня. И, конечно, это во многом связано с теми людьми, к которым мы можем применить слово «люблю». Это моя жена, это моя мама, это наши дети долгожданные. И вот сегодня я уже сказал, что Машка плохо спала этой ночью. Но когда она ко мне пришла, и когда она меня обняла, вот, я не знаю, где я был, я не знаю, ей какой-то сон приснился страшный. А Ваня, когда мы собирались сегодня в садик, я сейчас пока один с детками, да, Вика, на операции. И вот он главный, хотя я папа, да, но вот он с высоты своего духовного понимания, он меня успокаивает, он меня учит. И, конечно, тоже нельзя тут просто не… Я не знаю, как слова подобрать в таких моментах. Я замираю, я воспаряю, я… Конечно, это проводится аналогия с любящим Отцом Небесным. Конечно, я понимаю, насколько Он меня любит. И как Он меня ведет, поддерживает, учит. Да, как больно, когда падает твой ребенок. Но как это необходимо. И как радостно, когда шаг делается прямо, твердо и в нужную сторону. У меня эта радость есть. И есть каждый день. Да, какие-то вещи там я начинаю себя вкручивать. Я очень эмоциональный человек. К сожалению, эмоции берет вверх над разумом. Я иногда делаю, потом думаю, что не так надо бы сделать. Вот про меня, что хорошая мысля приходит и посля, да. И вот семь раз отмерь, потом отрежет. Вообще не про меня. Но эта радость с избытком евангельской, она начала появляться. Вот не животное вот это, да. Это было всегда. А вот та духовная радость, которая ни с чем не сравнена. Только после нашего вот этого вот, так вот оно куда. Так вот он, где свет. Так вот, что я хотел всю жизнь. Вот только после этого, конечно, уровень этой радости, бесконечность этой радости. Причем радость Боге, это радость другая, согласись с ним. Абсолютно. Спокойная, тихая. И те, кто это поняли, тем, кто смог вместить, вкусить это, наверное, в какой-то большей мере, вот, наверное, многие из этого приняли монашество. Я знаю таких людей. Я знаю. Я вижу в их глазах вот эту радость. Да, откаты существуют. Есть потрясающий пример. Мне дед рассказывал. У меня дед учился в Ленинграде. Он тогда Ленинградом. Назывался город сейчас Санкт-Петербург. Он учился в театральном институте. И вот это было послевоенное время. И он очень много про... Он хотел вообще быть моряком. Не планировал быть актером. И он рассказывал очень много про моряков. Вот когда моряки уходили в увольнение, да, естественно, они там отрывались на всю и должны были к определенному времени вернуться. Когда находили моряка, который не дошел, не явился к определенному времени, но на полпути лежал головой к своему кораблю, к своему месту службы, его не наказывали. Он туда стремился, но не смог. Ну, упал на полпути, но он туда стремился. Вот так. Вот так и нам надо. Вот туда. Вот не отворачиваясь. Да, страшно. А, больно. Но туда. Сейчас. Как Вика рассказывала про своего деда. Никогда не показывал, что он там верующий, ну, в советские времена. И вдруг за несколько дней до смерти начал красить забор. В Беларуси они жили. Дед, ты чего вскочил? Ты же болеешься. Домову скоро. По-белорусски. Домову. Домову скоро. В порядок все привести. И внешне, и внутренне. Домову. Ах, как красиво, а? Как красиво. Антон, а вот за это время, пока ты поцерковляешься, идешь к Богу, было ли время, когда близость Бога ощущалась особо явно? Господь прям физически ощущался? Рождение наших детей. И вот этот период, когда батюшка Владимир дал нам рецепт. Я прям помню этот момент. Сейчас я вам выпишу рецепт. 20-30. Перед иконой нечаянная радость. Акафист. И мы тоже так, ничего не понятно, что за слова, но прям с ошибками, с запинанием. И вдруг через полгода Викочка говорит, 13 лет ожидания. И Викочка говорит, нет, я говорю, первый раз я сказал, я Вике рассказал, что она беременна. А второй раз, уже через два с половиной года, после рождения Маши, Ваня. И вот то, как они рождались, я более совершенных людей не видел, чем новорожденный. Фантастика какая-то. Я открыл для себя столько нового, когда берешь вот так вот. И это человек, который вообще никак не подвержен заштампованности и стереотипам нашего мира. И ты с первой минуты его появления на свет начинаешь просто зомбировать. Это надо так, это надо так, это надо так. Да, он начинает привыкать, он начинает смотреть через призму того, кто ему помогает, потому что физически он слаб, но духовно. Я тонул в этих глазах и Маши, и Вань. И они совершенные. И потом мы начинаем их там вот. Давай, скажи так, слово, и уже ограничение. Это другой контекст понимания приема слова. Ну, вот этот момент, когда по ночам я сидел, и я понял, что мне надо немножко поспать. А я прям погружен в этого человека. Фантастика, фантастика. И, кстати, вот раз мы заговорили о новорожденных, или новорожденных, как правильно. Тут у меня еще одна мысль появилась о том, что наша жизнь вечно. Что ничего не заканчивается с каким-то этапом. Потому что просто на моем примере, ну, так получилось. Я знаю, это нехорошо. Я знаю, что многие относятся к этому предвзято или, там, отрицательно даже. Но я был на родах. Я понимал, что вот этим двум очень близким мне людям, моей жене и моему ребенку, необходима моя помощь. Вот необходимо. Как бы Вика не казалась такой прямо, да, кровь с молоком, шашку на голову. Нет. Она очень женственна. Она все равно слабая. Она все равно трусихая. И вот эти проявления ее, там, рубить до седла, может быть, во многом и проявление этой слабости, этого чувства страха женского во многом, которое у нее есть. И когда я рядом, ну, конечно, ей намного легче. В том числе и на родах. В другой стране мы рожали на святой земле. И Маша, и Иваня рождены в Иерусалиме. Ох, ох, какое время. А для нее какое время. Все, но это отдельная тема, другая. И когда абсолютно сложившийся человек со своим укладом, распорядком дня, мыслями, сном, движением, вдруг для него меняется все, все, оказывается, надо питаться не пуповиной, а через рот. Оказывается, есть какие-то световые восприятия. Оказывается, это не ву-у-у, а слышатся совершенно другие звуки. Оказывается, ты не вниз головой в жидкости существуешь, а существует сила притяжения. Все поменялось. И поэтому, вот, я смотрел, особенно Маша, Ваня, он парень, ну, прям очень сильный. И он очень быстро адаптируется ко всему. А Маша, она очень долго находилась вообще в прострации такой вообще, куда я попал. Что это? Я привыклась совершенно к другому. Этот новый мир для нее был просто, просто потрясением. Я не мог насмотреться на это. Я как актер особенно, да, я прям впитывал ее эмоции, потому что она, это что, как, как это, а это, а это что? То есть вот каждая, и вот эта раскоординация ее тела, да, потом она училась потихоньку, вот, и вдруг кто-то ей помогает, ее кто-то берет. Вот, я же отобрал ее у всех врачей. Неважно, я хуже, наверное, пеленал, я хуже, наверное, кормил. Но я понимаю, что я это делаю с любовью. Это отцовские руки. Которые, да, может быть, неуклюже, но они делают все для того, чтобы помочь. И, конечно, чувствуется любовь. Вот эта любовь чувствуется моя патологическая. Да, согласен, это ненормально, это много, да, может быть, неправильно в каких-то местах, перегибы, ну, я ничего не могу, вот, вот, я не могу с этим ничего сделать. Я ее люблю так, что как можно, там, не оттолкнув ее, там, броситься под поезд, ну, понимаете, да, там, спасти ее жизнь. Вот мысль у меня не возникнет, я пожертвую собой прямо в секунду. У меня даже размышления не будет. Это на уровне каких-то, не знаю, я не знаю на уровне чего. А вот теперь проводим аналогию, когда мы из этой жизни будем переходить туда. Когда законы физические изменятся еще раз. Что там у нас откроется, как мы будем смотреть, как мы будем слышать, чувствовать, как мы будем видеть в том мире, где нет времени. Ох, как интересно. Ох, как интересно. Правда, интересно. Ну, а еще аналоги, наверное, с детьми связаны, да? Ты, наверное, через любовь к своим детям понял, насколько Господь нас любит. Мы же тоже, его дети тоже, он не думал о том, что он отбросит и бросится под поезд, он ведь сделал это. Да. Вот это да. Антон, вот ты рассказывал, как первый раз услышал о том, как страдал Христос, вот на этой вечеринке. Рассказ, который заставил тебя задуматься. А вот потом был первый опыт чтения Евангелия, да? Ты первый раз прочитал это, то, что ты слышал. Что из Евангелия тебя поразило больше всего, когда ты первый раз соприкоснулся с этой книгой? Конечно, этот эпизод. Распятие? Да, распятие, каждый раз, на страстной седмице, прям, ну, очень ярко. Меня поразило то, что спаситель действует вопреки земной логике. Я очень часто вспоминаю, а там кто твой ближний, речи о добром в своем времени. Прям очень часто. Это же, ну, вообще, ну, никуда, ни в какие рамки не укладывается. Я очень часто думаю о его словах. Ну, да, понятно, что за один раз я не могу вот весь объем той информации, которая изложена в Нагорной проповеди. Не могу. Я читаю фразу и зависаю. Все. Не могу так. Ну, вот это призвание к совершенству. Я недавно прочитал стихи, которые написала девушка, молодая девушка, учится в Лавре, в Троице-Сергиевой Лавре на регента. Она написала такие стихи. «Нет права опускать руки, Ведь в них спрятано наше завтра, Самой тяжелой мукой осознание невозврата, Самой глубокой раной невозможность вернуть возможность, Слаще небесной манной по пути к идеалу сложности, Ветер в лицо, не страшно, Палки в колеса, просто. Бог выбирает отважных, чтобы им задавать вопросы. Бог выбирает честных И дарит им мудрость и силу, А кротких и безызвестных он являет во славе миру. Хочешь быть ярким? Будь им. Смирению не помеха. Не нужны фарисеи, зануды, Творцу здорового смеха. Не застрянь только в круговертии, А застрянешь, спасайся бегством. Мы не призваны к медленной смерти, Мы призваны к совершенству». Вот это призвание к совершенству, Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш, Небесный. И то, что Господь и над праведными, и над грешными Посылает солнце и дождь. Вот как бы не забывать каждую секунду, Вот как бы об этом помнить, Вот как бы почаще задавать Спасителю Вопросы, кто мой ближний? И как бы адекватно получать На этот вопрос ответ. Вот прям вот пытаюсь в этот колокол Бить у себя в голове, Но очень часто пелена находит. Очень часто. Особенно, когда долго не берешь Евангелие, Не общаешься. Ну да, ну там последовательность событий, Ну худо, бедно, более-менее мы знаем. Но для того, чтобы быть в Духе И постоянно пребывать в общении с Богом, Для этого необходимо как можно чаще брать в руки Евангелия. Это просто настолько ценно, настолько. А потом я еще начал замечать. Я очень разбрасываюсь своими мыслями, Своими поступками, своими словами, Своими делами, Своими желаниями. И когда меня начинает уносить куда-то, В какую-то сторону, Вдруг я начинаю интересоваться генетикой, Или вдруг какие-то биологические изыскания мне интересны, Или вдруг я начинаю погружаться в то, Чем интересуется мой персонаж, Когда я играю роль. Я прям чувствую, как сквозь пальцы просачивается, Уходит вот то, к чему, С чего мы начали наше общение, К чему хочется стремиться. Вот та радость. Да, я какое-то знание получаю, Новое для себя. Но вместе с этим, Как будто что-то меня оставляет, То важное. Когда я открываю Евангелие, Когда я Включаю, Сейчас же просто, да, Сейчас же, Там как, Отец Владимир говорил, Палец можно тренировать, Да, только одним пальцем, Набирая на клавиатуре Нужные Лекции, проповеди. У меня есть папка «Надо». Там книги, Там лекции, Там проповеди, Там музыка. И она все увеличивается, Увеличивается. И когда возникает момент, Когда я могу, Там в машине, Если я один, Вдруг, Такой редкий случай, Куда-то еду, Наушники, Папка «Надо». Да я приезжаю другим человеком. Не важно, что это, Съемки, Концерт, Выступление, Какое-то мероприятие, Пробки. Прекрасно. Чем дольше я заложусь На пробке, Чем дольше я буду стоять, Тем больше я успею послушать, Тем больше я сумею напитаться, Тем духом, Который мне жизненно необходим. Мы едим, да, Пищу физически принимаем, Для того, Чтобы наше тело функционировало. Наш дух тоже, Он нуждается в пище, В духовной, Не в суррогате, Не в фастфуде. И очень ощущается, Когда эта пища является Действительно ценной. От фастфуда бывает изжога. Ох, да. И в духовном плане, Какая же изжога происходит. У меня организм очень сильный В физическом плане. И поэтому я знаю только в теории, Что такое изжога. Но в духовном плане. Антон, если говорить про Евангелие, Вот когда ты первый раз прочитал, Ну и сейчас, Когда перечитываешь, Какая заповедь спасителя Тебе кажется самой сложной К выполнению? Ну, залюбить ближнего своего, Как самого себя. Я не знаю, Как это. Я не знаю. Во-первых, Тут же возникает Этот ежедневный вопрос, Кто твой ближний? И во-вторых, Как же это сделать-то, а? Я понимаю, что в десяти заповедях Есть шесть, которые Это расшифровывают, А в них есть Много дальше расшифровок И толкований. Но практически Это сделать Очень сложно. Вот прям очень. Во-первых, я не знаю, Как самого себя. Я не знаю, Я абсолютно В этом отношении Потерянный человек. Во многом и с детства. Из-за того, что Я Сросся с теми неверными Представлениями, Которые были И многие из них Просто вошли в мою плоть И кровь И дух Искоренить это Очень сложно. В теории Ох, как легко. Да я всех люблю. Да, а в такие моменты, Когда-то Маша приходит Обнимает Весь мир Готов Обнять На практике Знаете Кто-нибудь Что-нибудь попросит Как же достали Да Очень я люблю Ближних Очень люблю Жене тоже Позвоните Со второго слова Начать повышать Голос Но прям Любовь такая Да Поэтому Стремление Желание И Приложение Усилий К этому Ну мало Просто Думать о том Как же было бы здорово Научиться подтягиваться Говорю о том Что Я знаю О своем опыте Для меня Подтягивание Ненавистное упражнение Самое ненавистное Именно потому Что оно Самое ненавистное И прям На него упор делаю Вот прям упор Антон Еще хотел тебя Спросить Вот о чем Вопрос очень личный Но очень важный Наверное Это один из главных вопросов Которые я хотел тебе задать Кем лично для тебя Является Иисус Христос Не как написано Учебник по догматике А вот лично для тебя Однажды Один Батюшка Привез из Турина Икону Сделанную По Плащанице Ну Естественно Она там Дорисована Дописана Как-то Но Основные Какие-то моменты Взятые С Туринской Плащаницы Сломанный нос Побои Кровоподчетки Многочисленные И оно у нас висит На кухне Вот стол И вот Перед нами Спаситель Лик спасителя Ну Так получается Что у нас Очень часто Собираются Разные Люди Очень разные И Очень много Неверующих И Однажды К нам Пришел Ну Такой Человек Который Очень скептически Относится И к Христианству И К нам В Христианстве Да Там И он На протяжении Всего И так Получилось Он сидел Прям Напротив Этого Лика И вот Он все Время Прям Литмотив У него Был Я не могу Он мне В душу Смотрит Я не могу А он Как бы Так И матерком Любил Иногда И злоупотреблял Различными Веществами Меняющие Сознание Я не могу И вот Этот взгляд В душу Вот этот Пронизывающий Свет Вот эти Слова Которые Совершенно Превозмогают Земное Существование И которые Не поддаются Земной Логике То Стремление Та Истина Для Меня И является Иисус Христос Это Тот Идеал Которому Я хочу Двигаться Опять Хочу Не всегда Получается Но хочу Вот Очень Часто Особенно Засыпая Вот Это Пограничное Состояние Между Сном И Явью Понимая Что Опять Этот День Я Провел Мягко Говоря И В лучшем Случай Впустую Я Фантазирую Это Нехорошо Наверное Но Я Мечтаю О том Как бы Оказаться С ним Как Бы Вот Поговорить Задать Вопрос И Сам Себе Отвечаю Так Говори Так Задай Вопрос Вот Вот Это Тот С Большой Буквы Тот К Которому Хочу Это Тот Который Мутациями Духовными Все Равно Да Отвергающий Все Равно Образ Божий Стремящийся К Своему Создателю Тоже Никогда Не Забуду Рассказ О том Как Комсомолец Говорил со Священником Что У нас Общие Общие Цели Мы Занимаемся Одним И Тем Ж Почему Как Что Может Быть Общим Ну Борьба С Религиозными Предрассудками И У вас И У нас Вот С Предрассудками Надо Бороться Вот В Того Бога В Которого Не Верят Большинство Людей Но Я Тоже Не Верю Другое Дело Мало Кто Знает Того Бога В Которого Мы Верим Я В том Числе Его Плохо Знаю Но Я Хоть Как-то Там Вижу Вот Этот Свет Вот На Него К Нему Ползти Да Не Доползу Наверное Но Головой Туда Да Очень Хочется Вот Очень Хочется Не В тьму В эту Скатываться А Ползти Я Не Знаю Как Я Ничего Лучше В своей Жизни Не Видел Не Слышал Не Чувствовал Чем Православие Чем Христианство Чем Иисус Христос Для Меня Это Имя Оно Я не знаю Все Весь мир В себя Включает Иисус Христос И Тоска По Нему И Невероятный Свет Который Мне Кажется Я Испытывал В какие-то Мгновения Этой Жизни Но Когда Будет Очередной Какой-то Не знаю Подъем Или еще Что-то Или Вот Тот Момент Когда Я Окажусь В духе Я скажу Да Нет Вот То Что Было Это Было Ничто По сравнению С тем Что Я Сейчас Чувствую Все Это Полнота Это Да Истина Это Путь Истина Дверь Все Помню Те слова Когда Я К взрослым Приставал В пятилетнем Возрасте Мы Же Умрем Мы Же Все Умрем Что Нам Делать Меня Ужас Посетил Первое Столкновение Со Смертью Какое-то Было Не Помню Какое Неблизкого Человека Но Мысль Это Была Смерть В этом Мире Есть Смерть Что С ней Делать Как С Этим Жить Ответом Мне Было Ты Что Ты Думаешь Об Этому Посмотри Какие Мы Взрослые И То Мы Не Думаем Об Этому Что Ты Думаешь Тебе Жить Да Жить Я Не Получил Этот Ответ Но Загнал Эту Боль Внутрь Себя И Очень Долго Этот Вопрос Вообще Не Возникал Мне Сказали Не Думай Сказали Люди Которые Были Для Меня Авторитетом Я Не Думал А Не Думать Закрываем Закрываем Эту Тему Я Не Думаю А Я Мог Себе Приказать Предрасположенность Есть Какие-то Такие Вещи Делать Собой Тоже Актерское Качество Могу Какое-то Своё Какое-то Своё Качество Развить Очень Сильно Да И Сделать Главным Для Образа А могу Наоборот Его Закатать И Другое Так Развить Но Я Не Думал О том Что Надо Развивать Что Нет Мне Просто Загнали Я Чик-чик-чик Закатал Спрятал Замуровал Я Не Думаю О Смерти До Определённого Возраста Когда Дай Бог Всего Самого Лучшего Алану Когда Он Не Вскрыл Вот Эту Болячку Этот Нарыв И Я Стал Думать О Смерти Без Ужаса Без Содрогания Без Истерики Без Паники А после Этого Еще Подержал Дважды Тех Уникальных Людей Которые Из Одного Мира Мира Попали В Другой И Показали Опыт Прихода А ты Боишься Смерти Сейчас Иногда Иногда Боюсь А иногда Нет От чего Зависит От своего Духовного Расположения Только От этого Когда Я Понимаю Что Сейчас Я Не Готов Прям Не Готов Я Сейчас Предстану Я Только В Аду Окажусь Прям В Аду Я Не Выкарабкаюсь Из А Иногда Мы Очень Часто Летаем И Я Прям Помню Это Ощущение Когда Нас Так Тряхнуло И Мы Прям Что Так Я Пам Готов Слава Тебе Боже Я С Тобой Не Знаю Там Что С Каким Багажом Прям Вот Готов Я Помню Очень Сильно Я Так Не Молился Это Была Молитва Это Была Молитва Та Редкая Молитва Которая Там Несколько У меня В жизни Было Не Пустословие Не Не Вычетка А Именно Молитва Вот Прям Несколько Раз У меня Было Несколько Молитв Несколько Несколько Раз Молитвенных То есть Разговорных Состояния С Богом И Несколько Раз Я Исповедовался Раза Два Не Больше Все Остальное Ну Это Такие Темы Такие Очень Личностные Да Сейчас Немножечко Так Распахнулся Эксгибиционизм Такой Духовный Произошел Но Тем Не Менее Но Тем Не Менее Этот Опыт Есть И я Его Помню Эти Слезы Я Помню Эти Очищающие Слезы Это Радость Это То Открытие Когда Я Не Боюсь С Богом Не Страшно А Когда Сужается Вот Так Мой Внутренний Мир Готовый Принять Бога Конечно Страшно Я То Вот А Мир Вот Все Остальное Страх Страх Антон Теперь Предлагаю Поговорить Про Твою Семью Ну Понятное Дело В Духовном Ключе Как Мы Договаривались Правильно Понимаешь Что Вы С Викторией К Богу Пришли Одновременно Часто Так Бывает Общался С Огромным Количеством Женщин И Мужчин Которые Страдают От Того Что Они Пришли Бога А Их Вторая Полина Нет И Разные Мировоззрение Куча Проблем С Этих С Одновременно Как Так Получилось Может Совет Какой То Есть Это Просто Чудо Это Очередное Из Чудес Которых В моей Жизни Было Неимоверное Количество И То Из Тех Которые Я Только Вижу Я Не Могу Это Объяснить Она Рок-н-ролльщица Я Актер Я Сейчас Прям Сдерживаю Какие Свои Речевые Посылы Потому Что Ну Охарактеризовать Другими словами Нецензурными Было бы Проще Просто Два Разгильдяя Которые По жизни Вот Летели Там Не знаю Как Летели Не летели Я Очень часто Провожу Аналогию Что Вика Всегда Гребла Против Течения А Я Всегда Плыл По Течению Особо Не прилагая Усилий Вот Куда Ведет Вот Фланировал Так И Когда Мы Встретились Девушка Смотри Иди сюда Попробуй Как Я Она Привыкла Грести Против Течения Рок-н-ролльщица Протест Все Эти Дела И Она Начинает Грести Ох Ничего Се С Какой Скоростью Можно И Она Это Можно Двигаться А не Против Течения И Вот Как То Таким Абсолютно Чудесным Образом Мы Друг Друг Разглядели И Господь Нас Вот Так Прям Столкнул Что Мы С Первого Дня Нашего Знакомства Вот Совпали При том Что Мы Абсолютно Разные Но Как Могут Быть Разными Левая И Правая Рука Они Разные Но Они Вместе Они Когда Делают Что-то Они Вместе Это Шитье Это Держит Это Протыкает Тарелку Супа Держит Это Зачерпывает Что Угодно Взять Но Вот Мы Настолько Разные Я Не Смогу Как Она Писать Я Не Смогу Я Не Умею Левой Рукой Писает У нее Потрясающе Получается Но Она Не Сможет Так Держать У Много Левая Сильнее Чем Правая Это Очень Интересные Вещи И Тоже Вот Я Уже Привел Пример Как Да Двое Хромающих Людей Поддерживающих Друг Друга Идут Падают Прости Господи Матерятся Ползают Толкают Мы Не Понимаем Друг Друга Очень Часто Это Тоже Факт Опять же Она Смотрит Сюда Я Смотрю Сюда Мы Разные Видим Она Говорит Белый Камин Я Говорю Коричневая Стена Ты Не Видишь Какая Стена Белый Камин С Какими Хирургим Не Важно Коричневая Стена Из Кирпичей Кирпичи Грубый Еще И Особенность Моего Мужского Зрения И Ее Ой Какие Виндеречки Цветочки Какие Цветочки О чем Ты Говоришь Ты Меня Не Понимаешь Наверное Каждый Пытается Доказать Своё Но Мы Осознаем То Что Мы Смотрим Часто В разные А когда Мы Поворачиваем Голову И Смотрим В одну Сторон Тут Возникает Полное Взаимопонимание Доверие Стремление И Цели Общие Ох Как это Здорово Как Это На Какую Это Поднимает Высоту В Духовной Радости А С детьми Тоже В одну Сторону Вот эти Вот Когда Друг На Друга Да Вот Это И Начинается Гавканье А Когда На Детей На Бога Вместе Антон Вот Известность Узнаваемость Не мешает В личных Жизнях В духовной Жизне Иногда Наверное Хочется Просто Тихонько Помолиться В храме Надеюсь Вот узнают И Как-то Внимание Обращают Или Уже Привык Я думаю Что Опять же Таки Возвращаясь К вопросу О доверии Что Мне это Полезно Мне Полезно Находясь В таком Состоянии Когда Многие Узнают Принимать Это Как Упражнение Вот Когда Я Хотел Уйти Из профессии Кардинально Поменять Свою Жизнь И Не стал Этого Делать Прислушавшись К советам Не приказам А советам Которые Очень Тоже Важная Вещь И Я Для себя Решил Одну Вещу Вот После Концерта На Улице Ну В храме Понятно Там Немножко Идет Смущение И Другие Цели Прихода В храм Но И в храме Тоже Не во время Богослужения Сколько Людей Ко мне Подойдет Вот Со столькими Людьми Я Сфотографируюсь Распишусь Если надо Выслушаю Улыбнусь Иногда Прямо Вот После Концертов Наши Встречи Со Зрителями Продолжаются Больше Чем Сам Концерт У нас Концерт Где-то Идет Два Два С Половиной Часа После Этого Заходим В гримерочку Вика Немножечко Приводит Себя В порядок И мы Выходим К людям И Часа Три Иногда Происходит Общение Фотографии Росписи Начинают Организаторы Там Давайте Все Групповую Общую Все Все Нормально Это Дисциплинирует Это Помогает Думать О том Что Может быть На какой-то Краткий Срок Зимными Мерками Чуть-чуть Порадовал Человек Видя Как он Улыбнул Смотрел Сейчас Очень Много Деструктивного Сейчас Очень Много Работающего На Разъединение На То Чтобы Человек Уходил В какие-то Дебри Одиночества И То Что Мы Общаемся Глаза В глаза То Что У нас Живой Звук Живое Исполнение Музыканты И Живое Общение Именно Поэтому Мы назвали Живой Концерт Я Всегда Вначале Говорю Что Не только Потому Что Прекрасные Музыканты И Звук Будет Живым Но Еще И Те Темы Которые Будут Возникать По Ходу Нашего С вами Общения Будут Подкреплены Теми Песнями Которые Придут А Репертуар Большой Вы же Не просто Поете Вы Общаетесь Вот В этом То И Дело Сейчас Мы общались Недавно С Одним Министром Министром Образования И Она Сказала В школах Вводят Новый Предмет Говорение Я Вообще Не понял Как Говорение Люди Перестали Говорить Общаться Люди Зациклились В общении Через Интернет Через Соцсеть Это Такая Подмена Жесткая Это Такая Уловка Для Всех И Себя Не Исключаю Это Такая Поза Я Кстати Жестом Уже Таким Я Умею Делать Селфи Я часто Говорю Я 21 Год Женат Я Умею Делать Селфи Вика Очень Это Любит Ну Что Делать Я Научился Делать Так Как Ей Нравится Вот И Эта Подмена Ведет К Неживому Общению Все Что Несет В себе Жизнь Живое Слово Живую Реакцию Живое Звучание Все Что Несет В себе Мысль Пусть Даже Такую Убогую Какую Могу Я Родить Не важно Но все равно Я пытаюсь Оформить ее Не могу Но Я знаю Что мысль То есть Вот сейчас Я вот Косноязычно Как-то Ее Озвучу Но Она Есть Все Это Ведет К Богу Потому Что Истинная Жизнь Только С Ним То есть Через Эту Узнаваемость Ты нашел Возможность Служить Людям Дарить Радость Даже Вот Маленькая Фотография Маленький Там Небольшой Диалог Это Может Кого-то Окрылить Конечно Не Окрылить Это Громко Сказано Просто Частичку Тепла Передать Да Просто Поделиться Хорошим Настроением Кстати Ты вот Помянул Про концерт Я вот К Виктории В инстаграм Недавно Заходил И там Написано Календарь Концертов График И написано Новый формат Что это такое? С оркестром То есть Вы будете Теперь ездить С оркестром? Нет Не ездить Это Видимо Про этот Концерт Ездить Невозможно Оркестр Возить Это Невозможно Оркестр Не Возможно Конечно Для этого Что-то Нужны Другие Какие-то Дотационные Возможности У нас 8 человек На выезде Вот А что касается Формата Вот Того Концерта Который 22 апреля Будет Это Оркестр Это Какое-то Какая радость Работать Живым Оркестром Я был У вас на концерте Как-то Очень всем Рекомендую Кто еще Не был Действительно Такая Домашняя Обстановка Очень тепло Антон Давай Вернемся К семье К твоей О которой Мы начали Говорить В принципе Мы от нее И не выходили Дети Да Судя по Твоим Эмоциональным Рассказам Про них Они Огромное Место Занимают В твоей жизни Жизнь Духовная В том числе Вот если Резюмировать Те семь лет На протяжении Которых Ты являешься Отцом Да Семь лет Маши Четыре года Ване Что поменялось В тебе С духовной точки Зрения С появлением Детей За эти годы Как-то Можно Так вот Какой-то Вывод Такой Сделать Частенько Тоже Думаю Об этом Понимание Того Что Я Сам Большой Ребенок Прям Большой Ребенок И что Наши Дети Очень Часто Если Не касаться Каких-то Навыков Которые Мы Приобрели Как Взрослые В этой Жизни Они Гораздо Взрослее Нас Умнее Нас Чище Нас Тверже Нас Машку Своротить С пути Когда Она Считает Что Она Права Невозможно Ванька Со Своей Добротой Неимоверной Мужской Добротой Он Наш Учитель Осознание Того Что Нельзя Подгибать Детей И Ломать Их В свою Сторон Нельзя Осознание Того Что Я Буду Любить Какими Бо Они Не Выросли Что Бо Они Не Натворили Осознание Того Что Как Я Не Прав Очень Часто Бываю В своем Примере Которое Даю Однажды Не буду говорить Кто Известный Батюшка В Телевизионной Передаче Сказал Там Ему задали Вопрос Надо ли Родителям Просить Прощения Что За Родители Которые Просят Прощения Это Не Родители Они Зря Носят Это Звание Я Все Понимаю Правильность Этих Слов Я Так Не Могу Я Наверное Неправильный Родитель Я Очень Часто Вижу Какой Пример Анти Пример Им Подаю И Я Прошу Прощения Я Очень Часто Прошу Прощения И Что Я За Родитель Плохой Но Любящий Очень Любящий И Это Свет Это Тот Я Не Знаю То Приспособление Да Тот Вот Рычаг За Который Я Могу Схватиться И Не Дать Себе Укатиться В Эту Тьму Само Осуждение Само Бичевание Я Их Люблю Безусловно Это Неправильно Наверное Не знаю Может Наоборот Правильно Но Я Понимаю Что Вот Эта Любовь Которая Существует По Отношению К ним Она И Им Дает Понять Что Да Папа Иногда Какой-то Странный Прям Странный Машка Мне Пару День Назад Скала Что-то Я Был Ну Совсем Не В Духе Что Называется Прекрасное Выражение Что-то Рявкал Рявкал Не надо Маша Не делай Этого Не ходи Что-то Опять Зачем Ты Почему Ты Не Убрала Что-то Что-то Ты Какой-то Сегодня Орущий Машенька Прости Меня А что Случилось Ну Вот Там То-то 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 Ну Ты Как-то Давай Хватит Кричать Маш Семь лет Да Правильно Маш Хватит И в то же Время Абсолютная Беспомощность Когда Приснился Плохой Сон Прибежала Обхватила Какими Глазами Она На Меня Смотрит Как Вика Совершенно Неадекватная Папа Герой Папа Самый Сильный Папа Самый Красивый Папа Самый Умный Папа Что-то Скажет Она Аж Я вижу Как У нее Начинает Шарики За ролики Заходить Она Кубатурит Потом К себе Применяет Ой 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 Как же Надо Быть Осторожным Со Своими Словами И Викочка То же Самое То же Самое Антоша Есть Песни Которую Пою Всегда Говорю Что Это Любимая Песня Моя Теща Вечная Любовь И там Есть Слово Любить До Слепоты Вот Вика Любит До Слепоты И Маша Пока Любит До Слепоты Я Прям Боюсь Переходного Периода Когда Начнется Этот Возраст Отрицание И Когда Родители Уже Перестанут Быть Авторитетами Я Очень Боюсь Антон Вот Когда Виктория Говорит На Тему Детей Часто Она Говорит Что Благодаря Любви К Своим Детям Она По Другому Стала Относиться К Другим Людям Потому Что Понимать Что Этот Человек Чей-то Ребенок Так Ж Как У Есть Ребенок Это Чей-то У Тебя Что Ты Отслеживал В своем Отношении К Другим Людям Что Благодаря Своим Детям Ты Как-то По-другому Стал К Женщинам Я Совершенно По-другому Отношусь К Женщинам После Рождения Маши Я Очень Много Обижал Женщин В своей Жизни Не Понимая Что Я Обижаю И Маша Меня Изменила Очень Сильно Вот Как У Вики Да Так Всеобъемлющие Да Так И Что Каждый Каждый Человек Чей-то Сыночек Чья-то Доченька Так У меня На Женщин Совершенно По-другому Взгляд Изменился Просто Изменился Категорически Она Меня Учит Относиться К Женщине Не Пошло Она Учит Тому Что Можно На Очень Привлекательную Красивую Девушку Или Женщину Смотреть Не Масленно Не Оценивая А Заглядывая В душу Через Глаза Через Это Зеркало Души Вот Этому Она Меня Учит Может Быть Промыслителем Что Первый Ребенок У На Дочку И Так Свернувшая Голову Папе Своему Да Конечно Промыслитель Конечно Тут Прям Вот Без Разговоров Никаких Споров Нет По Этому Полу Давайте Поговорим Про Актерскую Профессию Добрались А как Ты думаешь Художественные Фильмы Способны Вот так Вот Прям Обратить Человеку К Богу Есть Какие Примеры Может Быть Никогда Никакое Художественное Произведение Не может Обратить Человека К Богу Оно Может Только Служить Указателем И Очень Часто Оно Может Да И Подчистую В Большей Мере Это Служит Искушением И Прелестью Оно Может Сделать Вид Что Оно Ведет К Свету К Добру К Миру К Любви Нет А на самом Деле Оно Ведет К Каким-то Таким Пустым Даже Не могу Сказать Каким-то Пустым Простором К Пустотам К Убийству Времени То есть Откоп Пессимический Гляд На свою Профессию Нет Почему Ну Если Это Где-то По Стате Очень Часто А Очень Часто Нет Очень Часто Зарождает Мысль Для этого Мысль Должна Быть В Произведении Почему Я Говорю Я Сейчас Последние Года Полтора Два Отказался Участвовать В Очень Многих Проектах Очень Многих Художественных Сериалов В которых Я Прям По Три Одновременно Снимался Очень Не Не Один Десяток Лет Между Прочем Потому Что Пусто Интересно Невероятно Интересно Это Для Меня Самое Интересное Вот Что Может Быть В Профессиональном План Я Не Устаю Когда Я Снимаюсь Я Могу Прям Сутки Напролет Я Всегда Предупреждаю Я Упаду Последний У меня Были Такие Моменты Жизненные Когда Я Днем Снимался В Одной Картине Ночью В Другой Сразу На Самолет И Сразу В Треть Потом На Самолет Сюда Вот Я В таком Ритме Жил Самолет Вот Эти Два Часа Перелета Практически Ежедневных Да Я Прям Уже Сделал Для себя У меня Интересно Было Я Походил Здравствуйте Я Ваш Сосед Сегодня Но Очень Скучный Я Буду Спать И Вот Так Руки Убирал Чтобы Не Бороться За Подлокотники И Так Чик И Все И Только Уважаемые Пассажиры Наш Самолет Через Несколько Минут Но Этого Нет Пустота Ничего Нет Паника Это Та Суета Которую Я Забивал Все Своё Существование И Который Придавал Смысл И Когда Она Сходила Эта Суета Я Понимал Её Бессмысленность Но От Этого Становилось Жутко Я Не Пытался Найти Смысл В Другом Я пытался Дальше Набрать Себе Этой Суеты Чтоб Заглушить 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 А Когда Нет Этой Суеты Чем Можно Заглушить Правильно Стаканом Или Другими Средствами Какими И Поэтому Так Много В нашей Профессии Так Много В мире Искусства Алкоголиков И Наркоманов Потому Что Когда Эта Суета Сходит А Это Неизбежно Наступит В Например У любого Человека Надо Чем-то Надо Чем-то Оглушить Эти Чувства Ужаса Бессмысленности Ненужности Если У тебя Нет Вот Так Возможности Поднять Посмотреть Слушайте Я вообще Не тем Занимаюсь То Да Буду Глушить Отключать Отключать Те Органы Которые Меня Вытаскивают Совесть Ум Стремление К этой Любви Отключать Превращаться В животное Которые Не думают Это Очень важно Очень важно И когда У меня Это Появилось Я перестал Бояться Этой Пустоты Наоборот Я вот Как про пробки Говорил Я прям А иногда Наоборот Наушники Вытащить Просто Помолчать Это Тоже Разговор Как С Машкой Так Она прибежит Обнимет Эх Как Мы Общаемся Как Мы Кричим Друг Другу Я Тебя Люблю Вот Так Какие Слова Зачем Зачем Вот Разговор Вот Молитва Ай Я так Не умею Я так Только Так Знаете Пару Раз Так Движение Сделать Ай И Этого Достаточно Чтобы Порадоваться И За Это Господь С избытком Радости И Возвращаясь К Актерской Профессии И К Своему Пониманию Моего Места На Сегодняшний Момент В ней Я На Сегодняшнем Этапе Я Только Сейчас Понимаю Слова Сказанные Лет Десять Назад Нет Не Десять Восемь Лет Назад Отцом Владимировым Первый раз К нему Приехали Восемь Девять Ну Я же говорю Я с цифрами Не дружу И Там Мы Заговорили О том Что Вот Я Вообще Не хочу Заниматься Этой Профессией К моему Удивлению Он Сказал Да ты что Ты же можешь Радовать Людей Я говорю Я не могу Выбирать Если Я перестану Сниматься В том Что мне Предлагают Мне Перестанут Предлагать Я сказал Такую фразу Ну Когда Одни Двери Закрываются Всегда Открываются Другие Прошло Сколько Десять лет Девять лет Я только Как я уже говорил Да Только Года полтора Назад Научился Говорить Слово Нет И действительно Нет 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 Давай Не будем Звонить Больше Он Какой-то Сумасшедший Ему Предлагают Такие Роли В Прайм Таймовых Проектах Которые идут На главных Телеканалах Ну Наверное Сумасшедший Еще Интервью Там По поводу Православной Веры Да Там Флагом Помахать И Перестали Звонить Я думаю Вот оно Вот То О чем Я говорю До свидания Моя Любимая Актерская Профессия Тут Возникает Проект Святой Неразии Я понимаю Он сделан Так Что было Интересно И Тем Кто Еще не Услышал Благую Весть Чтобы Человек Просто Листал Каналы И Перепличился О Два Каких-то Придурковатых Рассказывают О святых Местах На Серьезные Темы Размышляют Вот так Как Сейчас Мы Разговариваем Косноязычно Но Поражаются Тем Что происходит В кадре Совершенно Живо Ну Живая Программа Согласитесь И на этой Программе Мы Знакомимся С Ребятами Которые Являются Нашими Единомышленниками Вообще Во всем И в главном Тоже В Своем Стремлении К Богу В Своей Вере И в Желании Сделать Добро Не просто Рейтинги Получить А действительно Сделать Полезные Вещи Которые Не захватят И не убьют Время Зрителя А может быть На какой-то Мысль Натолкнут И сейчас Вот с Этими Ребятами Я даже могу Сказать Это Рома Ганган Главнокомандующий Этой всей Команды Этой Студии Да Ганган Студия Она называется По его фамилии У нас Грандиозный план И производство Игрового кино И документальных И продолжение Святыни России И мысли Возникают Какие-то интернет Проекты делать Ну Прямо Вот От и до Включая Работу совместную Над Нашими концертами Ну Прямо Вот То счастье Да Которое Может быть В профессиональном Плане Общаясь С Профессионалами Одновременно Являющимся Единомышленниками Это невероятная Роскошь Которая На сегодняшний День У нас Есть Невероятная Роскошь Вот Что касается Того Когда Поступаешь Без Оглядки А как же Будет Если я поступлю Так Как надо Может быть Я пока еще Поступаю Так Как не надо На эти грабли Я уже привык Это же мои грабли Родные Любимые Есть Просто грабли А есть любимые Так я уже к ним Понять Не надо Не надо бояться Получается Что теперь Не нужно ждать И Что предложат И причем Предлагают Как ты говорил Чаще всего Такое Достаточно Пустое Да А теперь Просто самим Организоваться Что-то стоящее Сделать Уже Происходит Уже Сделать Уже Происходит Это Это Ну я Я пока Ничего не буду Говорить Пока Таких проектов Они в работе Они вот сейчас В работе И это просто Я никогда Так Не был Настроен Возвышенно Оптимистично Как в этом году При том Что у меня Сейчас Период Когда Вот полтора года Я Не снимался В тех Фильмах Проектах Сериалах Которые Ну принесли Мне определенную Степень Известности Популярности И на волне Которые я Вот Продолжаю Существовать По сегодняшний день У меня был Один из таких Вопросов Это я заготовил Что Если там Ничего такого Глубокого Не предлагать Почему мы не самим Не сорганизоваться Оказывается Уже сорганизовались Тут еще Опять же таки Вопрос О талантах И о способностях Я актер Я больше Ничего не умею Вика Певица Это ее Дар Вот Вот сюда Господь Вот Вот эта связь У нее есть Так как она поет Я никогда не встречал Да Есть там Другие Несравнимые С ней Но так как она Воспроизводит Мысль И эмоцию Посредством Своего певческого Голоса И никогда В жизни Не слышал Не видел Не чувствовал Многие же люди Идут на концерт На узнаваемую Фамилию Макарский А уходят С концерта С ее именем Для меня Это лучший Комплимент Лучший Потому что Она действительно Невероятно Талантливый Человек Который Использует Свой дар Да даже Не на 5% И что-то Все равно Возникает Да Она Хороший организатор Да Она Там Здорово Сопоставляет Какие-то вещи Да Сейчас Она Как сейчас Блогер Блогер Блог У нее Этот Инстаграм Еще что-то Да Все это Так Но ее Основной Дар Это Пение Сейчас Многие Удивятся Многие Но те Кто были На нашем Концерте Их Относительно Очень мало Всех Тех Кто знает Вику Как Человека Изрекающую Какую-то Мысль Оформляющую В виде Поста В инстаграме Очень многие Придя На наш Концерт Убедятся Что это Не слова Любящего Мужа Который Восхваляет Свою Жену Которая Восхваляет Его Как Актера Иногда Очень даже Неадекватно Это Да А действительно Реальность Это ее Дар Я мечтаю Когда-нибудь Побывать У нее На сольном Концерте Святыни России Будут Продолжаться Я надеюсь Тут Зависит Все Очень Много От Организации От От Финансовой Тоже Составляющей Очень Много Зависит Потому что Да У нас Был Ростуризм Основной Партнер Телеканал Спас Ростуризм Сейчас Ростуризм Не Стал Как Партнера Для Этой Программы Вот Ну Есть Другие Предложения Есть Другие Завязки Есть Заинтересованность Людей Ну а как Будет Или Не Будет Я еще раз Говорю Я актер Я винтик Вот В этой Машине Которая Называется Тот Или Иной Проект Наверное Не винтик Все-таки Да Винтик Все-таки Выполняет Какую-то Свою Функцию Я Лобовое Стекло О Оно Видно На него Смотришь Там Оно Очищается Там Его Труд С разных Стар Но Я Могу Транслировать Мысль Или Идею Которая Заложена В том Или ином Фильме В Этом Или Другом Проекте Я могу Транслировать Я не могу Сам Произвести Я могу Произвести Когда Я Это Я Но Я Не Сценарист И Я Тем Более Не Режиссер Почему Я Прям Вот Я Не Могу Я Очень Часто Отвлекаю От Тех Дел Которые Насущные Господину Нашему Режиссеру Но Я Прям Звоню Рома Рома Просто Хочу Сказать Что Прям Ну Давай Вперед Работаем Все Я Понял Уже Хорошо Антоха Все Нормально Рома Ганган Такой Человек Он Творец Который Меня Может Использовать Как Транслятор Вот Эта Той Мысли Заложенной В Произведении Искусства Я Так Не Умею Я Хочу Я Могу Там Прочитать Стихотворение Например И передать Ту мысль Которую Автор Заложил Однажды Одна Молоденькая Девушка Присутствующая На Каком-то Нашем Таком Творческо Актерско Певческом Сборище Где Вдруг Мне захотелось Много Читать Тех Стихов Которые Особенно Последнее Время Прям Вот Я Впитываю В себя Как губка Она говорит Ты знаешь Кто Кто Думаю Что сейчас Она скажет Как ты здорово Читаешь Ты человек Который Общается Мыслями Других Людей Я говорю Да Правда Да Правда Я Человек Который Выражаю Мысли Других Людей Во многом Я могу В разговоре Опять же Таки Косноязычно Где-то Намеками Сам Для себя Нащупать Какую-то Тему Которая Животрепещущая Которая Болит Которая Что-то Хочет Но В основном Я могу Чужую Мысль Если Она Мне Близка Донести До того Человека Который Хочет И готов Я услышать А в основном Я Своими Средствами Передачи Транслировал Пустоту Да Что-то Может быть Вкладывая Такое Что Произвел Тот или иной Отклик Что Фу Как он Фальшив Или наоборот Ой Он смотрит Как будто Действительно Любит Это Актерские Качества Вера В предлагаемые Постоятельства Но Передаю Я чужую Мысль Мне надо Чтобы Эта мысль Раз Была Была Схожа С тем Что Я Думаю Тоже И вот Эти ребята С которыми Мы сейчас Будем Творить Творить Они Прям Прям Единомышленники То есть Начинается Новый этап Начинается Новый этап Будет Интересно Понаблюдать И Видеть Что Из этого Довойдет Мне тоже Антон Спасибо За нашу беседу Я думаю Очень глубоко Получилось Несмотря на то Что ты частично Транслировал Мысли Как ты сказал Другие Но я думаю Что это Очень все Было Хорошо И главное Что от души В завершение Могу ли ты попросить Нашим зрителям Какое-то пожелание Дорогие зрители Давайте будем Живыми Прям Живыми Так хочется Не зацикливаться В этой суете Так хочется Поднимать Голову Почаще Наверх Так Очень Часто Хочется Вспоминать Слова Дедушки Викиного Домо Скоро Ведь Домо С чем Туда Пойдем Не знаю Не мне Об этом Говорить Но Я как Транслятор Других Мыслей Просто Могу Иногда Так Сказать Что все Что происходит В нашей жизни По горизонтали И то Что нам Кажется Очень часто Не есть то Что Чем является На самом деле Всегда радуйтесь Непрестанно Непрестанно Молитесь Благодарите За все Слушайте Что может быть Что может быть Выше Мы Не призваны К медленной смерти Мы призваны К совершенству Головой Корабли Только так Только туда Только туда Откатываясь Скатываясь Падая Головой К отцу В любящей Руки Я думаю Многие Это чувствуют А тем Кто это Пока не Ощутил Почувствовать Потому что Это Это Та самая Сила Которая Проявляется В нашей немощи Спасибо Спасибо